Алексей, как проходила подготовка к этим соревнованиям? Ну, как обычно, мы были на сборах, проводили дни на сборах, тренировались. И, ну, я считаю, подготовка прошла очень хорошо. Непростой бой у вас был с мексиканцем в 1-16, чем для вас запомнилось? Ну, запомнилось, во-первых, я и первый бой, и второй с мексиканцем начал с того, что очень много проигрывал, 6-1. Запомнилось тем, что смог собраться, найти ключики, перестроиться и продолжать в этом ключе дальше, и довести дело до победы пусть. И, конечно, получались качели со счетом, то проиграю, то иду, то ровно. Хотелось бы, чтобы, конечно, бои складывались поровнее, но, тем не менее, хорошо, что дождался ситуацию до конца и выиграл этих соперников. Ну, и, конечно, один из самых интересных боев с Дмитрием Ригиным. Каково вам было с ним фехтовать? Ввели, но потом уступили, что не получилось? Ну, да. Как я уже говорил до этого, я находил ключики. Тут он нашел ключики и чуть-чуть поменял дистанцию. Не вовремя я включился, так сказать. На этом он меня поймал. А часто вы фехтуете из Дмитрия? Вы знали, как против него возможно стоять действовать? Ну, конечно, мы часто фехтуем на тренировках. Как я знал, что со мной делать, так и он знал, что делать со мной. Поэтому тут, получается, кто кого. Сегодня у него получилось меня обыграть. А какой из боев сегодня вам запомнился больше всего? Да, все бои сегодня запомнились, если честно, потому что они все были тяжелые, все напряженные. Получалось, надо было справляться с накалом, с напряжением. Вот. И получилось, что неплохо, только, к сожалению, конечно, остановился, встретившись с Дмитрием, со своим. Вы уже достаточно опытный спортсмен. Не первый раз принимаете участие в Рапире Санкт-Петербурга. Чем именно эти соревнования отличаются от всех прошлых в преддверии Олимпиады в Рио? Ну, может быть, накалом. Конечно же, то, что мы хихтуем в Питере и дома, это очень хорошо, потому что много зрителей, которые нас поддерживают. Это всегда очень приятно. То есть, большое спасибо за поддержку. Сейчас в финале за кого будете болеть? Ну, я надеюсь, что наши ребята попадут. И, конечно же, за наших. Кого-то конкретно не выделю. Мы команда, и поэтому за всех ребят буду болеть. Спасибо. Спасибо большое.